Первое, что мы готовим в этой духовке, это сухарки. Пока я на диете ничего больше не готовлю. Очень вкусно пахнет. Готовится по ходу довольно быстро. Они уже немножечко, хотя хлеб очень свежий. Вот она. Красиво. А запах какой. Какой запах. Всем доброго времени суток. С вами канал Artmania. И начинается наше утро сухие для Димочки. Я варю сейчас рыбку. Вчера бабушка Димина передала ему рыбку. Название, честно, не знаю. Просто сказала рыбу передам и всё. Вот передала три кусочка. Один я варю. Думаю, что бульон будет пропадать. Делаю я ему уху. Вот сейчас рыбка отварится. Она замороженная была. Морковка. Всё, что есть в холодильнике. Картошку вчера заказывала мужу. Но муж почему-то взял и список прочёл задом наперёд. И не нашёл такого продукта. Не знаю, почему он так сделал. Первый раз такой. Обычно я всё пишу аккуратно, по циферкам. Там первая точка. Там то-то, то-то купить. Всё как положено. Не знаю, почему он прочёл. Так, ладно, я на голодании. Могу что-то там прочесть неправильно. Но он, не знаю, странно почему так. Вот морковка у меня. Картошки нету. Капусту я добавлю. И в конце добавлю зелень. Петрушка здесь. И вермишельку, наверное. Сейчас немножко бульон уварится. Потому что я что-то чересчур добавила много. Не могу ещё, покажется, привыкнуть к этому фильтру. Вот. Поварится, уварится немножечко. Добавлю вермишельки. Если гуще будет маловато, то добавлю каши. Вчера я кашу варила. Чтобы как-то немножко. Ну, не знаю, мне кажется, будет многовато слишком. И так же сухарики у Дины. Вот такой получился у меня супчик. Ароматный. Я крышку открыла. Такой ароматный вообще. Здесь и лаврушечка даже одна плавает. Вот это вот беленькое. Вот это вот всё. Это яичко. А я туда это разбила. Вот она вермишелька. В принципе, кстати, довольно густенький. Я боялась то, что будет жидкости много. Вот она. Где она? А вот она лаврушка тут плавает. Вот и вермишелька. Я два вида, кстати, добавила вермишельки. Звёздочка. Вот она. Вот она звёздочка. Потом я ещё нашла. И вот эти большие. Вот. Довольно хорошо получилось. Немножечко добавлю сейчас ещё сухариков. Немножечко они влагу впитают. Чтоб ему было удобнее кушать. И буду кормить. Рыбку я уже перебрала. Его накормила. Половинка рыбка сегодня. Половина рыбки завтра. Вот. Там довольно большой был кусок. Ну, для него большой. Для нас, конечно, он будет маленький. Вот. И сделала я ещё запеканку. Запеканку я покажу вам. Наверное, на полник он её будет кушать. И если, в принципе, будет вкусно. Если ему понравится. То в следующий раз мы будем делать её вместе с вами. Наверное, даже я запишу в отдельном ролике. Потому что там прям маленькая такая вот. Малюсенькая. Там получилось у меня прям грамм сто, наверное. Где-то так. Вот. Ну, когда я её делала, она была безумно вкусная. Тем более на голодании. Она ещё вкуснее становится. Вот. Ну, приготовила. Я пробовать не стала. Потому что у меня голодание продолжается. Вот. И вот так вот. Пока я буду, наверное, только завтракать. И всё. Маленькими порциями. Потому что вес начинает уходить постепенно. Если я буду ещё обедать и ужинать, то он не захочет уходить. Вот. А завтрак, если целый день ходить голодное, для меня это нормально. Вот. Сейчас мы будем с вами кормить Диму. Ну, не с вами, вернее. Я одна сейчас пойду, наверное, его кормить. Вот так выглядит Дима супчик. Здесь сухарики немножко сейчас подмокнут. Лишний бульончик в себя впитает. С сухариками ему очень нравится. Он жует их. Начинает жевать. Потому что, как я говорила в других влогах, у нас немножко небольшие проблемы с тем, что он не хочет жевать. А с сухарик, его приходится жевать. Деваться ребёнку некуда. Его нужно жевать. Вот. И некоторые попадаются немножко жестковатые. Он старается, жиёт. И да, у нас, кстати, выросли зубки. И когда он начинает жевать, зубки, я замечаю, растут побыстрее. Вылазят быстрее. Ну, видимо, полегче немножко вылазить. Когда именно жуют. Вот. Но они уже немножечко размякли. Вот. И сейчас Димочка будет у нас кушаться. Ну, как кушает Дима, все знают. Все уже миллионы раз видели. Вот. И также хочу... Там девушка написала комментарий, почему Дима кушает в кроватке. Смотрите предыдущие влоги. И тогда поймете почему. Вот. Да. Он временами ест в кроватке. Потому что мне по-прежнему поднимать тяжелое нельзя. Вы знаете почему. Вот. И периодически у меня болит спина. Поэтому иногда он кушает в кроватке. Иногда. Ну, сейчас чаще всего у меня на коленках. Вот. Не знаю. Мне так попроще и приятнее. Вот. Ну, так вот мы по-разному. Ну, на завтрак в основном в кроватке мы кушаем. И на ужин тоже бывает в кроватке. А полник. Вот. Где-то я обедаю. Ну, где-то.